Мне очень приятно здесь выступать. Почему? Потому что всегда приятно быть рядом с женщинами. Так получилось, что всю жизнь меня окружают женщины, и это началось с моего рождения. Были тети, их было много, и почему-то и в школе, и в садике, и потом в университете, и по жизни меня окружают женщины, и они мне очень сильно помогают. И с одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, иногда, мне кажется, я знаю слишком много, потому что меня подозревают в каких-то нехороших деяниях иногда. И я, чтобы себя как-то перезагрузить, я собираюсь с друзьями то в бане, то еще где-нибудь мы на стрельбище ездим, для того, чтобы напитаться вот этой мужской энергией. Потому что иногда у меня женский перебор иногда. И для того, чтобы не обрасти какой-то манерностью, я вот, в общем, иду, хожу и собираю мужские паттерны. Очень у многих людей, знаете, бывает так, что денег заработали, а уровень жизни остался там же, где я был, там, пять лет назад. И на самом деле это психоэмоциональная проблема, это уже психология. И сколько я разбирал предпринимателей, знаете, недавний кейс такой был, пришли женщины, в общем, они предприниматели, и когда мы с ними провели сессию, я им сказал, товарные остатки на складе, на какую сумму, они вот просто ошалели. То есть без каких-то данных, я просто им сказал, сколько у них товара на складе, и они очень были сильно удивлены, потому что твой бизнес – это прямое отражение твоей личности. То есть твоя личность – это твой бизнес. И наоборот. Потому что все, что у тебя в голове, оно отразится на твоем бизнесе. Поведение твоей компании, поведение твоей фирмы – это прямая проекция тебя. И для того, чтобы набирать обороты в компании, учредитель компании должен и обязан принимать большие деньги, новые проекты. И ко всему новому нужно идти открыто. Еще есть такая небольшая засада, знаете, когда мы думаем, что вот когда у меня будет вот, наверное, вот столько денег, то, наверное, я буду счастливый. Знаете, кто еще не имеет столько денег, это бронье. Счастья там нет. Ну, в смысле, есть жизненный комфорт, но счастье не всегда там. Очень часто люди в погоне за деньгами, они теряют себя. То есть ты растрачиваешь прям себя. И это ужасное состояние, особенно, знаете, если мужчины себя тратят в работе, это одно. Ну, когда я себе женщина растрачиваю, да, это очень ужасно, если честно. Почему? Потому что женская энергия, она более мягкая, плавная, она не подразумевает вот этого вот напряжения и не подразумевает вот физического какого-то вот мускульного труда, да. И мужчина создан для того, чтобы работать, и, в принципе, мы это переносим легче. Но так получилось в современном мире, чтобы вы заметили, что женщины сейчас очень многие больше зарабатывают, чем мужики, да. И это очень странно тоже. Я начал ковырять, думаю, с чего это взялось, почему это так получилось. Просто всю историю человечества до этого труд был мускульный, да. То есть чем ты сильнее, тем ты больше зарабатываешь. Всё, ну вот мозгов не надо было особо. Сегодня труд становится более интеллектуальный. И, мало того, помимо интеллекта есть ещё же эмоциональный интеллект. И люди с высоким эмоциональным интеллектом сегодня достигают больших высот, чем те, у кого отсутствует этот эмоциональный интеллект. И поэтому мужчины стали отставать, потому что женщины в интригах корпоративных намного сильнее, чем мужчины. Мужчина сказал и забыл, женщина всё помнит, что она кому сказала. И вы не перепутаете, да, здесь что наврали, вот тут и чтоб совпало. А мужчина, он этот, мы когда начинаем врать, мы потом забываем через месяц, и мы палимся, да. И поэтому лучше не договаривать, чем откровенно врать. И поэтому в корпоративных войнах мы проигрываем. И у меня был опыт, я работал в компании, там было 1200 человек и одни женщины. Ну, 90% женщин было, да. И когда я пришёл на работу, на моё кресло, они ещё уже ставки ставили. Месяц продержится или три. То есть, ну, просто сжирали любого мужика и почему-то всегда на эту должность хотели мужчину, чтобы съесть. Я там полтора года, это был рекорд просто, полтора года я научился такой фигне. Я научился интриговать, я научился врать, изворачиваться, да, и в какой-то... Красить губы я не начал, но я был близок. Вот, и мой эмоциональный интеллект, если честно, в этой компании очень сильно вырос. Потому что оказалось, что у мужчин гордыни больше почему-то. То есть, я это не буду делать, зачем мне это надо, та-та-та-та. А у женщины как-то вы... Надо сделать, пошла, что-то там сделала. Ну, как вот этот... Это эволюция, да. Это эволюция, и... Мужская гордыня ломается намного сложнее, чем женская. Ну, мне это кажется, может, потому что я мужчина, мне кажется, мне, ой, как тяжело, а вам как-то полегче. Ну, возможно, от этого, но... Я, знаете, как-то приходила на сессию женщина, она... Ну, по тем временам, для меня, мне казалось, она очень статусная такая, там, топ-менеджер большой компании. И я, когда спросил ее, вот, путь, она... Вот, это, знаете, советская модель, вот, от уборщицы до директора завода, да? И я, честно говоря, я бы, наверное, так не смог. Она пришла мыть полы и стала директором. Для меня это было очень сильно удивительно, но без эмоционального интеллекта такое невозможно. Какими бы навыками ни обладал, невозможно, если ты будешь вставлять свои копеек везде. Ну, мужики типа за справедливость, и женщины такие есть, да? Я за ту правду скажу, и пусть меня уволят, деньги мне не нужны. А потом ко мне едят полгода, да? Вот, и как-то я был на одном проекте, и там выступала HR, женщина тоже, да? И она когда сказала, что надо разделять, где ты есть, а где есть проект. Если ради проекта промолчать это хорошо, закрой рот и помолчи. И меня это очень сильно удивило, да? Но если это влияет на результат, негативно молчи. Если позитивно, скажи. И вот почему-то тогда это первый раз мне в голову, раз, я села. И на самом деле нашим деньгам мешает гордыня. И чем больше у тебя гордыни, тем меньше у тебя денег. И как только ты говоришь себе, что вот с сегодняшнего дня я могу не работать и отдыхать, у тебя заберут всё, особенно в нашей стране. Как только ты задираешь нос, у тебя сбивают с ног. Как только у тебя проявляется гордыня и непомерная, у тебя падают продажи. Всегда наблюдайте за своим эмоциональным состоянием и за своим финансовыми потоками. Как только снижается финансовый поток, ты что-то не в ресурсе. Вы можете на Мальдивах лежать на пляжу и быть не в ресурсе, компания будет катиться вниз. Это каким-то образом, это очень сильно связано. И как я нашёл вообще вот эту взаимосвязь на себе, да? Сначала я наврал, если честно. Я вообще думал, ну вот за уши притянуть, всем же деньги надо. А я с какими-то эмоциями хожу и непонятно, что делаю, да? И у меня как-то журналисты брали интервью, и я сказал, что финансовое состояние напрямую связано с финансовыми потоками. И потом что-то начал там вот вокруг ходить и врать. Лепить, да. И долепился до того, я когда пересматривал интервью, думаю, в этом же что-то есть. Я понял, что, да. Я начал это ковырять, и потом я понял, что там эмоциональный интеллект связан, ещё что-то там. То есть это уже стало потом после, вот, стало очень сильно популярным эмоциональный интеллект. Вот. И поэтому основное, чем я занимаюсь, я помогаю людям высвобождать вот эти эмоциональные блоки. На самом деле, если кто-то когда-то обращался к коучам, к психологам за какой-то поддержкой, наши люди с советского периода, они очень-то сильно любят, они психиатра путают с психологами и не поймут вообще, в чём дело, зачем мне туда ходить, да? Но очень много деструктивных установок в голове, и мало того, в голове, ещё в теле. Да, ладно бы мы там подумали плохо, и это бы куда-то ушло. Мы плохо подумали, и мы потом болеем. Особенно, если мы долго плохо думаем. Люди, которые, ну, как-то хворают часто или что-то, это люди депрессивные в основном. Я не говорю, что там тебе плохо, ты уже там лежишь при смерти, такой день прекрасен, там, ну, может, это тоже поможет, но это очень сложно. И поэтому я нашёл способ, в общем, это на самом деле авторская методика, так больше практически никто не делает, только тех, кто со мной учился и кто у меня учился. Я понял, что нашим людям, наши фаталисты вообще заметили, нам не надо, у нас нету полумер. У нас, когда звонят психологу, вот честно, мне когда спрашивают, а за один сеанс поможет, ты 40 лет, да, себя загонял ежедневно, и ты хочешь, чтобы помогло за один раз? Ну, это же потребность рынка, как бы, да, ну, все хотят за раз. Я начал изучать, как можно помочь за раз, и, в общем, я понял, что в классической психологии там ловить нечего. Почему? Потому что в классической психологии, вот в 80-м какой-то год, вот те года, это, чтобы простить маму, допустим, если у тебя запрос, я вот, я обиделась на маму, три раза в неделю, в неделю, в течение пяти лет, это психолог высшего порядка. Высшего порядка, три раза в неделю. Я об этом что-то думаю, что долго. Ну, вот как-то они еще ведут карточку клиента, да, там, они знают, когда ты родилась, во сколько, там, через год узнают твоих всех сестер, братьев до седьмого колена там всех. Толку нету только от этого. И многие люди бросают, они ходят там, 10 раз ходили, что-то не поможет, не помогает. Я понял, что есть какие-то другие вещи, я начал искать, где можно быстрее. И одна добрая женщина мне скинула, говорит, Игорь, это кажется про тебя, скидывает видеоролик из Ютуба, там мужик массажем что-то там с людьми делает, и они ревут все там, ну, что такое. Я начал это все изучать, погрузился в эту тему где-то, и, знаете, как, нужно же на ком-то пробовать. А пробуют на ком? Кого не жалко, да? А кого не жалко? А? Теща. Даже если не получится, ничего страшного, да, ну, как бы. И я теща там говорю, короче, ну вот, я могу, давай попробуем. Она такая, короче, в слезах убежала она из моей квартиры, и я думаю, что теперь делать? Надо найти человека, который не может убежать. Да? Жена. Я начал пробовать на жене, и я понял, что работает, ну, вот что-то как бы есть в этом. Но изучив все материалы в этом, в Ютубе про этого, я даже к нему хотел поехать, я понял, что он лечит 20 сеансов через день. Массаж. Я, короче, пошел на курсы массажа, записался. Вот девчонки, кто ходит на антицеллюлитный массаж, да, и там с желанием похудеть, я вам открою один большой секрет. От антицеллюлитного массажа худеет только массажист. Больше никто. И я понял, что 20 сеансов с каждым человеком, даже если он будет платить, да, от меня останутся только уши. Ну, вот, не нравится мне телесомять, да, ну, вот. А еще пришел на этот, знаете, на курсы массажа, и он, знаете, они зовут этих, как их, волонтеры, или как? Вот кого не жалко тоже, вот. Моделей, да. И, нет, нет, там вообще вот левые приходят какие-то. А я такой, знаете, я вот 1200 человек, вот, представляете, в таком же костюме ходил, там, этот, директор дофинал. Ложит мужика ему лет 80, я не знаю, да? Голово. И подходит преподаватель и говорит, вот так надо делать. Я вообще, знаете, первый раз я понял, что, оказывается, есть какие-то барьеры и брезгливости, чтобы прикоснуться к другому человеку. Это, ну, кажется, ничего страшного, да, но, кажется, страшно. И я, преодолев там все свои какие-то установки, начал его там мять, но, в общем, я понял, что не мое. То есть, как бы, знаете, вот вы говорите, там, через 20 лет я кем буду, да, вот, ну, не массажистом точно. Ну, в смысле, и я, в общем, я понял, что массаж, ну, не мое, но эффект мне понравился очень. Я, короче, я нашел, знаете, такой, это как экспресс-метод, вот, да? Это как взял самое основное, все то, что работает, без релакса. Да? Да, да, то есть, без подготовки, то есть, вход не умасливаем, ну, в общем, эффект тот же. И я начал сначала потихоньку на людях, а люди уже ко мне приходили, я начал заниматься биоэнергетикой. Биоэнергетика, если честно, она чуть-чуть быстрее, чем психология. Там не надо ходить, там, 3 года, там помогает за 10-20 сеансов. Но знаете, в чем минус биоэнергетики? Ты ничего не понимаешь, что с тобой происходит. Ходили когда-нибудь, там, бабки-гадалки, там, ну, вот кто-нибудь там, я не знаю. Там проходит сеанс примерно так. Здравствуйте, здравствуйте, вставайте, закройте глаза, все, дышите. Короче, ты час подышал, деньги заплатил, ушел. И тебя когда спрашивают, что, как, ну, нормально. Помогу, ну, говорят. Сказала, да? Или сказал, да? И я всегда говорил, там, надо 10 сеансов, ну-ка, вот как учили, 10 сеансов. Знаете, 10 сеансов-то проходит. Только отличницы. Все, кто более-менее посвободнее, они посылают тебя через 3-й сеанс, вообще, ну, куда-то далеко. Я думаю, что-то тоже не то, да? Массаж не подходит, психология классическая не подходит, да? Биоэнергетика, ну, что-то тоже, ну, шляпа какая-то, да? Как помочь? Ну, вот что делать? Я думаю, надо это все вот как-то вот соединить. Я соединил. Вот почему-то все полезные вещи, знаете, они выглядят со стороны ужасно. Замечали? Ну, вот вообще, да? Я же еще приходил в фестиваль Фаре, там, приходил в йога-дома какие-то, да, там, со своей техникой. Я, блин, катарсис, я вам сейчас вот катарсис за 20 минут вот так. Я стал искать организатора вообще, ну, вот, тренеры же с организатора начинают. Я думаю, надо найти организатора. Меня все посылали, потому что они вот говорят, что вы делаете, что это вообще такое? Потому что все, что ты накапливаешь в течение 40 лет, у тебя прорывает в течение 15 минут. Это всегда некрасиво. Сопли, со всех дыр вот это все лезет, да? Потом некоторые в середине говорят, останови это. А как я остановлю? Уже, ну, уже расслабься, ну, все уже, черт теперь. И представьте, я прихожу на хорошие форумы, да, ну, вот такие пафосные там, где... И он, ну, вот это, кому это там, ну... Я когда-то пришел, вот этот, как, фрайдей был, помните, фрайдей, вот, там, нетворкинг, все знакомились. Я сделал визит, человек 20 стоит, чем вы занимаетесь? Я говорю, вот я, он такой, там, психолог, капец, короче, крутой какой. Они такие, а что вы делаете, ну-ка, расскажите. Я говорю, ну, вот у вас. И начал одного вот прям, ну, чекап, да? Я когда закончил, мы были двое. Я понял, люди не хотят знать про себя. Все валят куда-то сразу, вот этот. И потом тихо визиточки взяли, потом, ну, пришли потом, конечно, но по-тихому. Мы любим приватность, да, то есть нам не нравится, когда нас вот так вот разрывают. И поэтому очень многие, ну, вот, боятся вот этих выхлодов. Мало того, люди боятся, когда это выходит даже наедине. Потому что самому с собой столкнуться со своими страхами, это нужно большое мужество. Поэтому очень много, знаете, в нас забивают родители, это раз. Почему родители? Потому что, казалось бы, вот что обижаться, да? Ну, вот, тебя родили, слава богу, да? Как-то воспитали. Дай бог, они там, полная семья была. Ну, даже если не полная, даже если ты один остался, тебя бросили, да? Задача-то была родить. Ну, в смысле, тебе жизнь дали, что тебе еще надо? Да, а ты такой, вот, не тот университет, велосипед, я красный хотел, мне были зеленый. И, казалось бы, чего там делать с тобой, да? Но у нас откладываются негативные установки, да? Или, вот, мама говорит, да, там, вот, представляете, приходит женщина, да? И она смеялась, вот, на сеансе 40 минут. Она смеялась 40 минут, вот, до усеру, вот, я не знаю. Первые 5 минут мы тоже с ней хихикали, что-то. А потом уже 10, 20 минут, 30, 40. Знаете, в чем проблема? Ей было 13 лет. Мама сказала, вот так ржать будешь, замуж никогда не выйдешь. Она пришла ко мне 54 года. Она по минуте ржала за каждый год. И у нее это сидело. На самом деле она такая, вот, веселая, хохотушка, все дела. Но вот 40 лет она не смеялась никогда. То есть, ей анекдот рассказываешь, она вот так. Она давилась внутри. Ну, это установка, понимаешь? То есть, ты сказал, у нее в голове село, и человек больше не смеется, все. Почему мама хотела, чтобы она не смеялась? Мама хотела, чтобы она вообще замуж вышла. Быстро, наверное, или рано, я не знаю. Вот, и у нее, вот, кто рожал, уже, знаете, капилляры локаются. Видели, вот так вот, прям, этот, вокруг глаз? Вот она смеялась вот с такой натугой. Вот вы представьте, какое напряжение, даже смех сдержанный вызывает у нас в теле. И многие люди думают, знаете, да я сам справлюсь. Да в жизнь ты не найдешь такое. В жизнь ты сам такое не найдешь. Когда приходит мужчина и говорит, вот, у меня, говорит, странная карьера, но на самом деле очень такая. Он становится зампред банка, допустим, да? Через полгода он завхоз. Он устраивается строительную компанию, председатель правления. Через полгода он завхоз. Он говорит, я не пойму вообще, что такое? Мы начинаем с ним работать, ну, по определенным признакам по телу, можно сказать, я ему говорю, у тебя с мамой вообще какая-то жопа, ну, вот, я маму люблю, и вот, святая женщина, вот, все проблемы с этих слов начинаются, если честно. У меня с мамой все хорошо, я ее люблю. Это, там, вот, капец вообще. Я говорю, врешь. Мы начинаем с ним работать, выяснилось, что, когда мама ушла, в общем, у него не было денег, и он, там, как-то, минорет там из чего-то построил, не из того, или что-то разобрал, где-то кирпич привез, бушник, ну, что-то такое. История. В общем, у человека чувство вины внутри. И он это проревел, мы, там, с ними проработали. И он говорит, все, я говорю, нет, это не то. Это вот не из... Вот карьера, это не из-за этого. Мы начинаем с ним дальше работать, он опять погружается, там, это что-то вроде транса, такого, какого-то непонятного. И мы доходим, знаете, до чего? Он разбил мамину вазу. Он играл мечом дома, и как-то пнул, ваза разбилась. И вот это чувство вины ему не давало по карьере расти вперед. То есть, казалось бы, обычные элементарные вещи, но они схлопываются в голове и не дают тебе делать определенных действий. Вот достигаторов, да, вот там, сегодня вот бизнес-леди же, это все достигаторы, да. Что такое достигатор? Достигатор, это тот человек, который носит медальки своему папе. Это все травмированные люди, ну, по-своему. И даже когда уже отца нету, да, мы носим ему свои медали. Почему так получается? Потому что мама любит просто так. Ты в говне весь измашься, вот так приди, мама скажет, давай по ламкам, давай помоем, сейчас я тебя накормлю. А к папе приди, получишь таких. А папа любит за что-то. Папа любит за действия. Папа любит за университет, папа любит за пятерки, папа любит за достижения в спорте, папа любит за машину красивую, папа любит за квартиру. Это вот папа всегда что-то требует. У папы любовь условная. И поэтому, когда мы хотим папиной любви, мы начинаем бежать за достижениями. Ну, вообще, в мое понимание, лучше бежать за достижениями, чем вообще дома сидеть. Ну, в смысле, чем, да. И на самом деле, сейчас чуть-чуть к мужчинам еще чуть заделим тему. Все же хотят женщинами, мужчинами управлять. Да, все? Я вам сейчас две кнопки скажу, там всего две. Это с вами сложнее. У вас там капец культ управления, там эквалайзеры вот эти. У мужчины всего две кнопки. И два вида мужиков есть. Ну, вот если вот сейчас буду утрировать очень сильно, с этой стороны достигаторы, это люди, которые, знаете, умеют зарабатывать деньги, они такие альфа-самцы, но в отношениях они вообще тупые. То есть вовремя цветочек, по попке вовремя погладить, там что-нибудь. Это, знаете, проще погладить жену, чем рубашку. Пошел погладил, она тебе рубашку гладит. Они не понимают такого. Они вот, я тебе денег принес, тебе квартира есть, машина есть, есть что одеть, все, до свидания, все, отвали от меня. Что тебе надо? Ты такая, мне не хватает внимания. На тебе денег, все, иди. Вот это разговор достигатора. Ну, это таких прям, вот сильно, однополярных людей вообще нету. То есть, у нас это все смешано, но вот, чтобы понимали. Ты в Мерседесе будешь плакать с ним. То есть, такие, попадались вам такие? Ты от эмоционального голода ревешь в Мерседесе. И тебе все подруги, что ты ревешь, дура, иди трать деньги. Мне не нужны деньги. Тебе не нужны, пока они не кончились. Кончатся сразу все надо. Теперь, в другую часть эквалайзера мы сюда давим и переходим к тому, что эмпатичные мужчины, самый удобный мужчина в мире, в основном воспитывает женщина, одинокая в основном. Единственный сын или яркет, как у нас там это, любят. И вот его в котишечку. Все. Да? И эти люди, они тонко чувствуют женщин. Эти люди знают, когда вовремя погладить. Они знают, что сегодня ровно 800 дней после того, как мы с тобой встретились. Они вовремя приносят цветочки. Они вовремя делают все, но не зарабатывают. Это вот типичный Альфонс. Да? То есть, что, нарывалась? Вот. То есть, это люди, которые вот, вот его даже, знаешь, знаете, что про таких говорят? Ты когда подруге говоришь, брось его. Знаете, что она говорит? Он такой хороший. Ей жалко. Он без тебя не сможет. Говорят они. И вот это два типа мужчин. Что ты, почему, как ты будешь страдать с этим типом? Его основная задача отомстить маме. Это подсознательное. То есть, он тебе не придет, скажет, давай с тобой завяжем отношения, а то мне, ну, маме хочу отомстить, и вот что-то не могу. Этот мужчина делает максимум возможного, чтобы ты без него не могла. То есть, кофе в постель, массажик перед сном, сказку почитать, ну, вот все. Он будет облизывать, и ты такая, фу, не в моем вкусе он, вот что-то не то. И он будет добиваться тебя годами. И добьется, да, и в момент, когда ты больше без него не можешь, он уберет из-под тебя руки. Это моменты, ты беременная, или вы там, из-под ЗАГСа такие бегут, ну, или из ЗАГСа бегут, таких бросают, когда родила, и он ушел. То есть, ну, это вот, как только появляется малейшая ответственность на него, он выходит, он говорит, что-то, кажется, не моя женщина, я на такое не рассчитывал. В идеале, в мужчине, должно быть чуть больше достигаторства, то есть, ну, где-то эквалайзер должен быть за горизонт, вот этот, то есть, немножко больше достигаться в своей, немножко понимать женщину, ну, хотя бы чуть-чуть. И вот этого достаточно для успешного мужчины, и для его, самое главное, психоэмоционального здоровья. Да? Если будешь здесь совсем, здесь будет несчастная женщина и одинокий мужчина, всегда. Почему? Потому что вот этот мужик, он всегда потом уходит к маме. Когда он тебя бросает, он потом к маме уходит. Очень часто. Или он из-под мамы даже не выходит, то есть, ну, он постоянно там. Вот этот самостоятельный до чёртиков, этот постоянно в хронической усталости, это постоянно ему куда-то надо бежать и кого-то завоёвывать. Его остановить невозможно. Он говорит, остановись, посмотри. Вы знаете, последние 8 лет я работал столько, что я только, если бы не коронавирус, я бы, наверное, умер бы в прошлом году от инфаркта. Смотрите, сейчас для себя подумайте просто, сколько раз вот так на одной ноге вы можете прыгнуть за одну минуту. Вот просто подумайте и цифру. А? Сейчас мы прыгаем? Да, да, сейчас будем прыгать. Подождите. Вот. Теперь смотрите, придумали, да, все? Вот 60 секунд, сколько раз ты можешь вот так подпрыгнуть? Я сейчас секундомер. Вставайте. Что без травм только? Ладно, кто на каблуках, вы этот, сами за себя отвечайте. И теперь смотрите, цифру, которую вы себе придумали в голове, ну, это как цель, да? Скажите двум партнёрам, которые стоят по бокам. Просто озвучите там. 100 раз, 60 раз, сколько хотите? Ну, теперь смотрите. Ну, слушайте, ну, 60 секунд, ну, что вы, будь посмелее. Смотрите, только не филоним, да, то есть нужно, вставай, вставай, давай. Одна нога нужна. Смотрите, я сейчас поставлю секундомер, вы только, смотрите, только не обманывайте меня и себя, ладно? На 100% насколько быстро вы можете прыгать. А я буду вас подгонять, готовы? Давайте. Раз, два, три, поехали. Давайте быстро, 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 прыгаем, прыгаем. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Первые пять секунд прошли. Давай, ещё, 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 быстро, 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 быстро. Давай, 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 ещё поднажми. Давай. Еще, еще, половина отрезка пройдена, давай, давай, быстро, быстро, еще, еще, давай, еще, давай, еще, давай, 3 секунды, раз, два, три, четыре, пять, шесть, все, стоп, ой, аккуратней, сколько, 76, 80, 65, 85, 85, Кто за 100 перевалил? Есть? Крутой, 88, офигенный результат, хотите теперь прикол? Вы прыгали 30 секунд, то есть, какие бы вы цели не ставили, мозг тебя будет держать в зоне комфорта, чтобы твоя жопа сильно не простудилась, И поэтому, когда вы ставите финансовые цели, когда вы ставите цели в отношениях, будьте смелее, я большой сторонник вот этой карты мечты, я большой сторонник вот этих написаний 100 желаний своих там, да? Знаете, вы же должны с чем-то уйти, ну, я же не могу, я же тренер же, вы берете, пишете 100 своих желаний, 100 своих желаний, которые касаются только тебя, там не должно быть детей, родителей, вот особенно, это же, к нашим, в общем, всем, родителей оттуда убираем, И полторы тысячи родственников с этого списка тоже уберите, то есть, пишете только те желания, которые касаются тебя, и вот это вот женское, знаете, если детям хорошо, то мне тоже хорошо, поэтому мое желание тоже уберите вот эту фигню, То есть, вы свой мозг не обманываете, да, то есть, потому что вы можете обмануть и вставить чужие желания, очень важно в этом задании, чтобы было нежелание твоей, вот, и это поможет, смотрите, и вот эти желания, они помогают, ну, смотри, цель, она подразумевает ответственность, да? То есть, если ты ставишь цель, ты должен сделать, через сколько-то шагов будет, желание, это вот что-то вроде мечты, как бы, в этом нет, в этом нет нагрузки на тебя, да, и поэтому в мечтах ты можешь быть чуть смелее, и в-третьих, 100 желаний это очень много, потому что средний человек может выдать 30, 20, не больше, потом просто начинает болеть голова, Ну, твоя задача сесть и написать 100 желаний, через год, когда вы достанете эти листочки, вы обалдеете, там половина сбудется, если не больше, поэтому всем желаю, чтобы ваши мечты сбылись все, спасибо!